Приветствую вас. Я думаю, в первую очередь нужно обязательно отметить тот факт, что мужчина, который с вами сейчас в отношениях, о котором вы говорите, это человек, который, к сожалению, весьма существенно разграничивает сексуальные и духовные, романтические, нежные чувства. Это человек, который, к сожалению, является нецелостным и у которого есть некие проблемы восприятия женщин. То есть, если он женщину хочет, если у него с женщиной есть секс, то, соответственно, он ее, видимо, не воспринимает в качестве серьезного партнера, в качестве партнера для серьезных отношений. Вот. И в психологии это достаточно часто встречается. То же самое, что и касается в отношениях женщин. Такая же история бывает. Вот. Когда духовная и сексуальная, в общем-то, ну, различаются, да, разница. Вот. Это связано с отношением и к сексу, и к духовным взаимодействиям тоже, и к гендерным поведениям, и со многими вещами другими еще. Вот. Надо сказать, что у мужчины, действительно, к вам, видимо, нежные чувства, но, как видите, они, к сожалению, вот такие, да, вкусные, получается, вкусные чувства. Вот. Вот. Как бы, ну, не полноценные. Вот. К сожалению. И, в итоге, это очень тормозит ваши отношения. В состоянии, состояние подвешенности вводит вас. Вот. Вот. Хотя вы, надо сказать, надо сказать, в этом и сами ответственны, в том числе. Но об этом я скажу чуть-чуть позже. Вот. Вот. И, в общем-то, мужчина, он, к сожалению, очевидно, что вас использует. Только использует не сексуально, как у других женщин, а использует он так, как он использует. То есть, он вам помогает, у него с вами чисто духовные отношения. Ну, возможно, человек таким образом хочет поддержать образ другого. Мужчины не, там, того, кто использует, там, женщин исключительно, вот, в качестве объекта для эффекта. Вот. Хотя, для него, опять же, было бы лучше, если бы он ко всем женщинам относился одинаково. Итак, в моей жизни, прежде всего, есть мужчины, с которыми мы уже два года вместе. На первый брак у нас было 70 раз. Он сказал, что не хочет торопиться с сексуальными отношениями. Значит, вот, что здесь есть? Что здесь есть? Если есть желание мужчины вас идеализировать. То есть, по сути, есть идеализация. Вы ему понравились, вы его зацепили. Вот. Вы, действительно, ему, вероятно, не безразличны. Вот. Но, ценой за это, ценой, цена этого, стала вот именно спасительной, невозможность иметь с вами сексуальные отношения. То есть, для человека, если он с вами спит, вы станете, вероятно, еще одной женщиной, одной из многих, вероятно, женщин, которые у него были. И человек этого не хочет. То есть, в определенной степени он поступает здесь, как эгоист. Дальше. Что он сказал, что не хочет торопиться с сексуальными отношениями? Эээ... Хотя я его, с его слов, очень привлекаю сексуально. Ну, здесь, может быть, такая история. А может быть, немножечко другая история, что человек просто боится близости сексуальной, связанной с духовной. И он боится, эээ... фазозависимости. Тут такое тоже может быть. Вот. Но, в любом случае, он поступает эгоистично, да, потому что он вас не отпускает, но и в то же время, как бы, удерживает. Вот. Плюс еще, эээ, мне кажется, проверяет вас, да, вшивость, вшивость, эээ, тем, что рассказывает про, эээ, свои сексуальные, сексуальные отношения. Вот. То есть, делает вид, что вы друзья. Эээ, на это время многое изменилось. Теперь мы друзья, но он, эээ, прекрасно знает о том, что я хочу быть с ним вместе. Если вы хотите быть с ним вместе, то вы никакие не друзья. Марго. Вот. Вот. Я думаю, что этот момент вам желательно признать, вот, что вы не друзья, что вы не можете быть друзьями, эээ, до тех пор, пока хотите быть с ним вместе. Вот. И что, коль у вас была стресс, то это точно, меня какой дружбе, бля, не свидетельствует, в принципе. Ну, вот. Вы меня извините, если что. Вот. Вы меня извините, пожалуйста, но... Ну, это так. То есть, ну, серьезно. Какие друзья, если вы хотите, если вы хотите, ну, быть с ним. Да, ну, правда, ну, какие, ну, какие-то, какие друзья. Вот. То есть, это, мне кажется, самообман. Вот, самообман и всё. Вот. То есть, я не претендую здесь на истину. Эээ, вот. Ну, мне, думается, так. Вот. Дальше. Эээ, так. Эээ, построить отношения с ним. Ну, да, вот видите. Вы хотите построить отношения с ним. Но отношения, Марго, у вас уже есть. Вопрос в том, почему вы сейчас хотите построить некоторые другие отношения. Почему вам отношения важны? Важнее, очевидно, чем сам человек. И почему вы хотите семью? Зачем вам семья? Видимся практически каждый день в течение двух лет. Он всё время помогает, поддерживает наедине. Всегда присутствуют ласки, нежные слова, но далее ничего не происходит. Ну, человек просто странный, странный. Я испытываю к нему нежные чувства. Всегда если неблагодарны ему за помощь, говорю о том, как для меня важна его забота и понимание. Ну, опять же, опять же. Не кажется, что вы действительно. На сто процентов. Вот. Потому что вы хотите с семьёй отношения, он вам этого не даёт. Имеет место быть фрустрация. Так что. У него есть другие девочки, с которыми есть секс. Он мне не рассказывает. Я, в свою очередь, неоднаглядно пытался строить отношения с другими мужчинами. Но всё не то, всё равно вижу его рядом с Саповой. Здесь, очевидно, у вас идёт идеализация мужчины, в основе которой лежат ваши желания и представления, вероятно, страхи, вероятно, некий импринт. Можете почитать об этом в интернете. Что такое импринт. Вот. А это, что касается вас. Что касается него, то, мне кажется, он таким образом демонстрирует, опять же, свою независимость. Боясь эту самую независимость потерять. Потому что, ну, для него отношения, вот, видимо, это всё-таки что-то... Так вот, по-настоящему близкие отношения для него, это всё-таки что-то страшно. Вот. Поэтому, как вы видите, помощь его вам никак его, ну, не обязывает ни к чему. По его мнению, по крайней мере, не обязывает ни к чему. Вот. А секс с женщинами тоже, ну, ничему не обязывает его. Вот. Так что, он, в принципе, устроился очень хорошо, комфортно, вольгодно. Только, вот, в глобальном смысле этого слова, мне кажется, что он не думает о... ни о ком, кроме себя. Вот. И, в принципе, это неплохо, если его, опять же, всё устраивает, да. Но, как бы, может быть, человек и не должен, как бы, беспокоить сова, потому что, ну, вы всё-таки взрослая женщина, да. И, наверное, вы сами, наверное, вы сами знаете, чего вы хотите и чего не хотите. Вот. Так что, ну, в некотором смысле эта позиция, она, не сказать, что бы, прям, корректная и позитивная, но она имеет место быть. Эм, так, сейчас, здравствуй, Тихла, просто принимаю, люблю его таким, как он есть, не хочется в ситуации изменить, изменился, мы были вместе или расстались навсегда. Ну, это, Марго, зависит от вас. Вот. Здесь вы перекидываете ответственность в себя, лично, в ваших силах сделать так, чтобы вы расстались навсегда, раз сблизиться вы не можете, потому что для этого нужно желание человеком. А вы этого не делаете. Вот вы пишете самостоятельно, от него отказаться мне не выходит. А здесь имеет место быть зависимость. Вот. Любовная, эмоциональная зависимость, которая, ну, которая, опять же, вытекает из ваших потребностей, возможно, потребности, как раз таки, в отношениях и в семье. Вот. С этим нужно работать, если у вас есть желание, и тогда отказаться, увы, сможете. Литься на него не могу, ну, я так полагаю, что только из-за зависимости от счастья. Он мотивирует отсутствие секса между нами, якобы, что он меня уважает. Это правда, для него это правда. Для него это правда, действительно, но почему он воспринимает секс, как что-то неуважительное, неуважительное по отношению к женщине, это вопрос. То есть, получается, каждую женщину, с которой он занимается сексом, она скрепляет. Ну, это... Согласитесь, вот эта, вот эта позиция, да, она является, ну, странной. То есть, это что получается, что если... Ну, хорошо, ладно, он. Ладно, он. Он, допустим, удовлетворен. Да, то есть сексуально он удовлетворен, окей. А вы? То есть, что это за хорошее отношение, если он, допустим, увидит, что вы, как бы, к нему тяготеете, да, и он не делает, например, ничего для того, чтобы сексуально удовлетворять вам. Так, ну, ладно, не хочет заниматься сексом женщины, ну, не занимается, но если видишь, что к тебе она благоволит, если видишь, что она с тобой хочет быть, и ты видишь, что, ну, что она ни с кем, кроме тебя, на отношения наступает, ну, почему, как бы, сексуально ее не удовлетворить. Вот, вот это, опять же, такая, своего рода эгоистичная история, вот, по отношению к маме вы с этим меритесь. Вот, считают, что после секса наши отношения закончатся. Для него. Для него, да. Как именить ситуацию? Скажите, пожалуйста, ну, вам стоит вести себя более самоценно, вот, в прямом смысле этого слова. Пока что у вас нет места беззависимости, и вам, конечно, очень сложно такую вот самодостаточную позицию занимать, по отношению к мужчине. Вот. Но, если вы разберетесь, например, в том, почему у вас не получается от него отказаться, и с чем, допустим, связано, вот, то, что вы его идеализируете, к примеру, своего, ну, вот, своего мужчину, да. Если вы увидите основания для идеализации, то мне думается, что ситуация может измениться к лучшему. Вот. Такая вот история, в принципе. Так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Можно предположить у вас проблемы с самооценкой, со страхом одиночества, с потребностью в защищенности, вот, потребностью в принадлежности, некому, некому социальному образованию, такому, например, как семья, вот. И, соответственно, некое обесценивание себя, как личности, вот, и позиционирование, опять же, себя, как неполноценный случай, если у вас нет семьи и отношений. Вот. Это то, что я могу предположить, опираясь исключительно на те истории, ну, на ту историю, которую вы нам преподнесли. Вот. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вам понравился, понравился мой ответ. Если это так, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. В качестве рекомендаций, рекомендаций, я бы обратил внимание на то, что между вами общего, на то, что вас связывает, на то, насколько вы разделяете точку-точку зрения мужчины, на то, насколько вы интересуетесь тем, что интересуется мужчина, насколько вы ему необходимы, насколько он действительно вот вас нуждается и заинтересован. В принципе, вы можете повысить все эти показатели до более высокого уровня, до более высокого значения. Вот. И тогда, возможно, ситуация изменится. Но, опять же, без тех моментов, которые я озвучил, это будет крайне ненадежный результат. Вот. Потому что, например, а что делать, если вот вы сделаете, ну, если вы вот увеличите показатели, да, а он все равно будет вести себя так, как он себя ведет сейчас, сейчас. Вот. Вот. Ведь это возможно. Ну, вполне. Да, вполне. Это вполне возможно. Вот что делать в таком случае? Понимаете? И это вполне реально. Поэтому вот вы говорите, да, как изменить ситуацию. В какую сторону изменить ситуацию? Ваша ответственность в том, чтобы выйти из отношений. Ваша ответственность. Вы не можете это сделать. Вы перекладываете ответственность на человека, за то, чтобы он завершил отношения за вас. Это детская позиция. Вот. Вряд ли эта позиция проявляется только в отношениях с мужчинами. И, значит, ее позицию нужно корректировать. Вот и все. Вот так вот. На этом все. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи и успехов.